Сотрудники полиции Дагестана задержали наркокурьеров из Тулы, распространявших наркотики посредством интернета. Помогала им в этом семейная пара из Махачкалы. Теперь криминальному квартету грозит тюремный срок. Обо всем по порядку Луиза Раджабова. Муж не виноват. Пойдем меня здесь. Это теперь молодая Альбина льет соленые слезы, вспоминая своих детей 5-6 лет. А плакать повод есть не только у нее, но и у мужа. Ведь в их квартире полицейские обнаружили и изъяли наркотические средства, мифедрон, больше известен в народе как соль. Когда пришло сообщение, я написала, вы кто, вы куда пишете, и все, сообщения пропали. Он больше не писал. Некоторое время он написал такой диалог, как будто бы назначение на работу, вакансия, на курьера. Я мужу показала, он этим вещам не употреблял ничего, и он не знал сперва. Он говорит, ну напиши, может я устроюсь курьером, подумал, кафе может или что. И я написала, а там как бы девушки... Это понятно, но вы же в дальнейшем знали, чем вы занимаетесь? Сперва нет, потом узнала я. Ну я сперва паспорт скинула, вот после этого я узнала, когда он уже начал мне видео скидывать. После того, как этот мужчина пришел и узнавала по мне, через некоторое время он мне написал, все обо мне, где мои дети живут, где я живу, где... У вас дети есть, да? Да. Сколько детей? Двое детей. Мухаммад и Шамиль, 6 лет и 5 лет. Оперативники установили, что вместе семейная пара, получив крупную партию наркотиков, расфасовывала их по дозам и закладывала по тайникам, передавая координаты посредством интернета. Этот сайт попал как-то на телефон жены. Мы просто прикалывали, писали в начале и предложили работу. Сайт какой? Авито? Какой сайт? Нет. Откуда работу предложили? Телеграм. По Телеграму предложили работу, да? Да. Сколько обещали зарплату? Зарплата, как они обещали, там месячная, месячная, кажется, 250, что ли они обещали. 250 тысяч в месяц, да? А в чем заключалось? Вам разъяснили алгоритм ваших действий, функциональные обязанности, ваши работы вообще? Разъясняли они вам, работодатели? Ну там как бы они, меня-то, про меня они вообще ничего не знают. А жена общалась с вас, да? Да. С ними? Да. Во всей этой сложной схеме сбыта наркотиков, криминальный дуэт, супруга пополнился и наркокурьерами из Тулы. По улице Грозненская, возле одного из домов, они закладывали свертки из пакета, обмотанные скотчем. И это точно были не тульские пряники. А откуда этот пакет в вашей машине? Не знаю. Ну как это? В вашей машине вы не знаете, что внутри находится? Не все, но знаю. Почти все знаю. Но эти пакеты откуда вы не в курсе, да? Почему? Ну так вот, не знаю. Нет, ну и Махачкалу вообще толком, не знаю. Мы хотели погулять, там отель снять, спросили, где отель находится. Что делать-то? Позже гости столицы передали координаты своему куратору, который в свою очередь сообщил о поступившем товаре. Именно его и должна была распространить семейная пара из Махачкалы. Нам говорят, нам просто дают, и мы приезжаем в город, и сами все раскладываем. От нас остается только отправить координаты, описания и фотографии. Кому вы должны отправить их? Куратору своему. А он уже непосредственно отправляет остальным лицам, которые близко не работают. Опросив их, сотрудник полиции выяснил, что молодые люди 1995 и 1996 года рождения приехали в Махачкалу на автомашине ВАЗ-2710 с Тульской области. Здесь они должны были произвести закладки наркотиков в различные тайники и передать координаты своему некоему куратору, которого они никогда не видели, и связь между ними поддерживалась посредством общения через интернет. В свою очередь, товар для закладки они получили точно таким же способом, получив координаты спрятанного тайника через один из мессенджеров в интернете. Но вопрос, с какой целью и кому они приехали, внятного ответа они дать не смогли. Оперативники установили, что девушка, получив таким образом крупную партию наркотиков, затем расфасовывала их по дозам и также закладывала по тайникам и передавала координаты посредством интернета, куда уже в последующем приходили покупатели за свои дозы, предварительно перечислив деньги по интернету. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.